МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Сената США призвал Блинкина привредить режима Алиева к ответственности за этническую чистку в Арцахе. Неявка Восточной Армении на Ассамблее ОДКБ не повлияет на решение ОПВО организации МИД РФ. Уже стать чем приговор бакинского военнослужащего, он приговорен к пожизненному заключению. Доклад специального докладчика ООН по культурным правам Бакуфс о состоянии значимых культурных и религиозных объектов Арцаха. Памятники Арцаха. Фотовыставка в Музее истории Восточной Армении. 5 декабря на 86-м году жизни от продолжительной тяжелой болезни скончался один из старейших монахов, первопрестольного святого Ичмядина, епископ Тарон Черетчан. Президент Республики Западной Армении Армен Ака Абрамян выражает глубокие соволезнования в связи с невосполнимой утратой первопрестольному святому Ичмядину, предстоятельству армянской епархии Франции, родным и близким епископа. Епископ Тарон Черетчан был блестящим священнослужителем, носителем ценности армянской церкви и западной Армении, обладающей высокими человеческими и духовными качествами, и воплощал образ армянского священнослужителя. Епископ считал своей миссией всегда быть рядом с нашими национальными столпами, армянской культурой, церквью, армией, семьей, верой. Сын армян-эмигрантов родился в Бейруте, но всю жизнь посвятил истории и культуре армянского народа. Сегодняшний герой рубрики «Сыны Западной Армении» – бесстрашный воин, быстро ориентирующийся в любой ситуации, оптимист, общительный и справедливый Александр Иванович Арутюнян. Александр Арутюнян родился 28 февраля 1974 года в Степанакерте, учился в школе номер 3, был школьником, когда началось арцахское движение. Вступил в арцахское освободительное движение в юном возрасте, спланировал и возглавил многочисленные успешные действия, вскоре стал одним из самых молодых солдат 4-й роты добровольцев, участник трех арцахских войн. Во время Первой войны ему было всего 16. Имея высокий рост, Александр представился 19-летним. Так ему удалось попасть в отряды. После трехдневных поисков отец нашел Александра на позиции Айковани. Насильно вернул домой, далее отправил в деревню к бабушке и дедушке. Александр вновь убегает. Сначала обращается к национальному герою Юрию Паугосяну и говорит, что хочет присоединиться к борьбе. Юрий не хочет соглашаться и дает задание с условием, что он будет зачислен, если Александр выполнит его. Александр отправляется в Ходжалу, выполняет задачу и вступает в бой. 28 мая 1994 года удостоен Ордена Боевой Крест 1-й степени, который на тот момент был высшей наградой Восточной Армении. После войны служил в вооруженных силах Арцаха до 2023 года, после чего по состоянию здоровья, имея инвалидность 2-й степени, был демобилизован. Проблемы со слухом никоим образом не помешали дальнейшей военной деятельности. Член правления Союза воинов, освободители Арцаха, президент Степанагердского территориального объединения Александр Арутинян получил юридическое образование. Некоторое время работал в Водном комитете Аскеранского района. Влюбившись в военную форму, во время Первой Арцахской войны остался верен ей до конца жизни. За заслуги перед Отечеством Александр Иванович Арутинян награжден орденами за отвагу, за освобождение Шуши, медалью за боевые заслуги, медалью Вазгена Сарксяна, медалью Андроника Озаняна. Указом президента Арцаха в октябре 2020 года удостоен звания Героя Арцаха, награжден орденом Воский Арцив. Вечная слава павшим бою героям. Полная статья доступна на нашем сайте Вестерн Армения ТВ. В конце ноября и начале декабря 1917 года три народа Закавказья приступили к созданию национальных воинских формирований. Последнее военное и политическое руководство распадающейся Российской империи уже дало согласие. И армяне, татары и грузины пытались получить как можно больше оружия от отступающих подразделений российской армии. Несмотря на то, что русские солдаты и офицеры оставляли оружие, каждый пытались получить больше. Участили случаи нелегальной и легальной продажи оружия. Также нападения на отходящие воинские эшелоны и группы. Проезд сотен тысяч солдат и семей через крупные железнодорожные узлы Закавказья часто приводил к напряженности и столкновениям. О дивизии в Айри и событиях в Шамхоре можно прочитать на нашем сайте Вестерн Армения ТВ. Председатель Комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин призвал госсекретаря США привлечь администрацию президента Баку Алиева к ответственности за этническую чистку в Арцахе и продолжить помощь США, вынужденной перемещенным армянам из Арцаха. Об этом сообщает ряд новостных агентств со ссылкой на письмо сенатора Энтони Блинкину. «Я по-прежнему глубоко обеспокоен тем, что Баку может предпринять дальнейшие военные действия для достижения своих дополнительных политических выгод, особенно в отношении так называемого Зангизурского коридора. Я призываю вас продолжить работу с международными партнерами и организациями для поддержки процесса привлечения режима Алиева к ответственности за их действия», написал сенатор Кардин в письме Блинкину. Сенатор также напомнил о блокаде Баку, теракте 19 сентября, убийствах армян и насильством переселения населения. Сенатор задал вопрос госсекретарю США, какие шаги были предприняты или будут предприняты для предотвращения возможных военных преступлений и других злодеяний режима Алиева, привлечения к ответственности азербайджанских чиновников в соответствующих международных судах в поддержку армян, оказание помощи вынужденным перемещенным армяном в результате сентябрьского вторжения 2023 года. Нам необходимо послать четкий сигнал тем, кто думает, что может действовать безнаказанно, заключил сенатор. Отсутствие армянской делегации на заседании парламентской ассамблеи организации договора о коллективной безопасности не повлияет на принятие решения о создании единой системы противовоздушной обороны. Об этом заявил журналистом замглавы МИД Российской Федерации Александр Панкин. Их физическая нявка на участие не сильно тормозит процессы согласования с другими странами-членами принятия коллективных документов, к которым во многих случаях они присоединяются, сказал Панкин, отвечая на вопрос, повлияет ли неучастие армянской стороны в ассамблее ОДКБ на планы создания единой системы ПВО. Председатель Национального собрания Восточной Армении Ален Симунян в официальном письме 5 декабря письменно подтвердил, что не примет участие на заседании парламентской ассамблеи организации договора о коллективной безопасности и 16-м пленарном заседании, которые состоятся 19 декабря 2023 года в Москве. В мероприятиях, организованных в рамках ОДКБ, в последнее время также не участвовали премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны и секретарь Совета безопасности Восточной Армении. Военнослужащему Гусейну Ахундову, незаконно вторгшемуся на территорию Восточной Армении и приговоренному за убийство охранника Зангисурского комбината, ужесточили вердикт. Апелляционный уголовный суд Армении под председательством судей Григора Ованисяна удовлетворил жалобу правоприемников аэропетта Мелекситяна, частично отменив приговор суда первой инстанции и приговорив Ахундова к пожизненному заключению. 10 апреля двое военнослужащих Баку Акшин Бабиров и Гусейн Ахундов проникли на суверенную территорию Восточной Армении. Сначала гражданами был обнаружен и задержан Акшин Бабиров, который сообщил, что проник на территорию Восточной Армении не один. Несколько дней правоохранительные органы Армении и СМВ не могли обнаружить диверсанта, который за это время успел совершить убийство. 57-летний охранник Айропет Мелекситян, работавший на хвост-проводе, был убит 12 апреля. При осмотре его тела обнаружены агрестельные ранения в голову и грудь. С места происшествия были взяты образцы, изъяты двуствольное оружие и другие предметы, представляющие интерес для следствия. По данному факту в Следственном комитете было инициировано уголовное производство по части 1 ст. 155 и части 1 ст. 335 Уголовного кодекса Восточной Армении. Азербайджанца, совершившего убийство на территории Восточной Армении, обнаружили жителей и представили правоохранительным органом. Решением суда общей юрисдикции Сюнигской области Акшимбабиров признан виновным по обвинению в незаконном пересечении границы Восточной Армении, перевозке боеприпасов, приговорен к тюремному заключению сроком на 11,5 лет. Хусейн Ахундов признан виновным в незаконном пересечении границы Восточной Армении, перевозке боеприпасов и убийстве охранника, приговорен к тюремному заключению сроком на 20 лет. Потерпевшая сторона возразила против приговора суда первой инстанции и подала жалобу, потребовав приговорить Ахундова к пожизненному заключению. Суд удовлетворил жалобу. Посольство Армении в Швейцарии, которое также является постоянным представительством в офисе ООН в Женеве, опубликовало сообщение спецдокладчика ООН по культурным правам о состоянии культурно-религиозных значимых мест в Арцахе. Спецдокладчик ООН по культурным правам сообщений в адрес Баку выразил обеспокоенность продолжающейся практикой уничтожения и присвоения армянских исторических, культурных и религиозных значимых мест и объектов, искажением интерпретации истории Арцаха с целью стереть следы присутствия армян, а также дискриминации и преследования армян в регионе в нарушении международных стандартов прав человека и международного гуманитарного права. Меня особенно беспокоит утверждение о том, что нападение на людей – памятники и символы, фальсификация истории и стирание топонимов, а также отрицательные высказывания об армянах могут обернуться в культурную чистку, заявил докладчик ООН. Международный суд, Европейский парламент и Совет Европы выразили обеспокоенность по поводу развивающейся в Баку идеологии, представляющей армянское культурное наследие в качестве наследия кавказских албанцев, также ревизионистской тенденции отрицания армянского наследия. Подавляющее большинство экспертов в области искусства, архитектуры и археологии региона отвергли ревизионистские утверждения, посчитав их ложными. Он также подчеркнул, что с 12 декабря 2022 года Бердзорский коридор, соединяющий Арцах с Арменией, был заблокирован в нарушение обязательств, взятых на себя Баку в соответствии с трехсторонним заявлением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года пункт 6. В результате 120 тысяч человек были изолированы и лишены различных товаров и услуг, что привело к гуманитарному кризису и имело разрушительные последствия по части многочисленных прав человека. Таким образом, кризис является прямым проявлением дискриминационного подхода Азербайджана к армянам. После того, как регион будет деарменизирован, будет подтверждено, что Азербайджан планирует устранить все физические признаки присутствия армян, заключил спецдокладчик. В Музее истории Армении открылась выставка фотографий памятников Арцаха. До этого был объявлен конкурс, в котором приняли участие десятки фотографов из Арцаха в двух номинациях. Художественная и документальная фотография победили по три работы. 5 ноября было выставлено 60 фотографий, запечатлевшие различные памятники церкви и культурные наследия Арцаха. Основная цель выставки – сохранить память об утраченных памятниках, чтобы они не были забыты. Также показать памятники, находящиеся в настоящее время в Арцахе под угрозой исчезновения. Это особенно важно после этнических чисток и насильственной депортации армянского большинства из Арцаха. Из завершения новостей послушаем песню в исполнении Соны Рубинян Аястан Ашхар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!